Всем привет, с вами Борис Плотников и я приветствую вас в своей школе губной гармоники на курсе ритмика и звукоизвлечения на губной гармонике. Прежде всего хотелось бы выразить благодарность Александру Шуклецову, который предложил мне заняться этим интересным делом и дать мне возможность поделиться с вами своими знаниями, которые получены за более чем 18 лет игры и более чем 15 лет преподавания. Привет, с вами Борис Плотников. В самом начале я хочу сказать о том, что данный курс посвящен не губной гармонике как некому самостоятельному гаджету, а тому как играть музыку на губной гармонике. Музыка это явление культуры очень сложное, многогранное и безусловно в таком маленьком курсе постичь его целиком не получится. Я рекомендую начать с фильма «Как устроена музыка». Это фильм от телеканала BBC в четырех частях. Посмотрите его обязательно, его достаточно легко найти в интернете. Он состоит из четырех частей. Мелодия, гармония, ритм и бас. Не пугайтесь, если в процессе просмотра этого фильма вам будет что-то непонятно. Это абсолютно нормально. Просто смотрите, запоминайте, разбирайтесь в том, в чем можете разобраться. Просто просматривайте то, в чем не можете разобраться. Также я рекомендую почитать книги по элементарной теории музыки. Название я порекомендую. Тоже не пугайтесь, что не все будет понятно. Это нормально. Все равно, чтобы разобраться в такой обширной теме, как музыка, как теория музыки, вам понадобится несколько лет. По поводу теории музыки, часто есть некие дискуссии, типа вот Пол Маккартни не знал нот, Джимми Хендрикс не знал нот, Джан Горейнгард не знал нот. И все равно они написали великую музыку и более популярную, чем люди с консерваторскими образованиями. Что я на это отвечу? Возможно, они гениальны. Возможно, они обладали абсолютным слухом. На самом деле, то, что они не знали формальной теории, это не значит, что у них не было какой-то своей внутренне выработанной теории, которую они, может быть, даже как-то внутренне называли, запоминали, какая нота в сочетании с какой звучит. Я настоятельно рекомендую разобраться хотя бы с базовой теорией музыки. Что-то я вам дам в процессе курса, но базовая теория музыки все-таки не является задачей этого курса. Я не считаю себя достаточно квалифицированным в преподавании теории музыки. Поэтому я рекомендую почитать вам учебники, которые есть в описании. Я рекомендую вам смотреть видео на YouTube, связанное с теорией музыки. Мне очень нравится. На YouTube есть канал «Нескучный саунд», в котором есть плейлист «Теория музыки по-пацански», где очень многие вещи из теории музыки разжеваны очень подробно. Сначала вам будет тяжело, будет перегруз информацией. Постарайтесь просто расслабиться, получать удовольствие. Что поняли, то поняли. Что не поняли, вы это обязательно поймете потом, пересмотрев это видео или перечитав эти книжки через год. По моему опыту работы в профессиональных музыкальных коллективах, есть две ключевые вещи, которые важны, чтобы человек мог считаться профессионалом. Это ритмика и звукоизвлечение. Человек с хорошим звукоизвлечением, но плохой ритмикой будет, скорее всего, не востребован как музыкант. И человек с плохим звукоизвлечением, но с хорошей ритмикой тоже вряд ли будет востребован. Все остальное, знание теории, умение импровизировать, умение читать с листа, это все полезные навыки в определенных жанрах. И так или иначе, часть из них вы будете осваивать. Но эти две вещи, ритмику и звукоизвлечение нужно осваивать в первую очередь. Именно этому и посвящен курс. В любом случае, ритмику и звукоизвлечение всегда можно улучшить. Я сам до сих пор работаю над своей ритмикой и своим звукоизвлечением. Возможно, некоторые из вас ожидают получить в этом курсе знание о том, как играть в каком-то определенном жанре. Например, джаз или блюз. Я хочу сразу сказать, что такой задачи у меня в этом курсе не стоит. Но если вы хорошо освоите материалы этого курса, ритмику и звукоизвлечение, вы сможете двигаться куда угодно. Хоть в блюз, хоть в джаз, хоть в кантри, хоть в классическую музыку. Однако без развития ритмики и без развития звукоизвлечения у вас будут трудности при освоении любого жанра. Я практически уверен, что все присутствующие здесь это люди с разными исходными данными, с музыкальным образованием и без музыкального образования. С опытом игры на других инструментах и без опыта игры. Кто-то старше, кто-то младше. Кто-то сможет больше потратить времени на занятия. Кто-то сможет потратить меньше времени на занятия. Кому-то легче будет даваться освоение этих упражнений, кому-то тяжелее. Если вдруг вам не хватает материала и если вы вдруг заскучали в процессе изучения этого курса, я категорически приветствую, чтобы вы изучали все, что найдете в интернете, связанное с губной гармоникой. Книги, самоучители, ролики на YouTube. Все это будет не лишним. Как будет построено обучение? Два раза в неделю мы будем выкладывать новые ролики. Вы будете тренироваться и записывать на видео то, как вы играете. А мы в свою очередь будем оценивать, как у вас получается, указывать на ошибки и рекомендовать, как сделать лучше. Ну или просто похвалим и скажем, что вы молодец. Как я рекомендую подходить к занятиям на губной гармонике? Во-первых, очень важно, чтобы губная гармоника всегда была у вас с собой. Например, у меня губная гармоника сделана на ленту на шею. И всегда выходя из дома, я ее надеваю. И в любой свободный момент за рулем в пробке, даже на светофоре, пока спускаюсь или поднимаюсь в лифте, пока иду пешком, правда, только когда на улице тепло, я начинаю играть на улице от плюс 10 градусов. Я быстро достаю губную гармонику и могу сыграть какое-нибудь упражнение. Или, например, поджимовать с музыкой, которая играет у меня в автомобиле или в наушниках. Или сыграть какую-нибудь мелодию. Чем больше времени вы будете посвящать инструменту, тем быстрее у вас получится результат, который понравится вам и окружающим. Я рекомендую обязательно заниматься каждый день, хоть немножко, хоть 15 минут, даже если день был сложный. 15 минут всегда можно найти. На работе все пошли курить, вы пошли играть на гармонике. Я, когда учился, занимался на переменах между парами. Некоторые студенты и преподаватели меня ненавидели, но меня тогда это совершенно не беспокоило. Благодаря компактности губной гармоники у нее есть неоспоримое преимущество перед другими инструментами. Вы можете на ней играть даже в общественных местах. Я, например, особенно до того, как я стал регулярно водить автомобиль, постоянно занимался в общественном транспорте, в метро, в автобусах, в трамваях, в залах ожидания аэропорта. Но это, конечно же, при условии, что транспорт или помещение не переполнены, и вы можете сесть или встать в какой-то укромный уголок, достать гармонику и начать заниматься. Небольшой лайфхак, как сделать так, чтобы ваши занятия не мешали окружающим. Берете какую-нибудь шапку, шарфик, перчатки, делаете из них шарик и закрываете заднюю часть губной гармоники. Играете тихонечко. Чтобы лучше себя при этом слышать, например, за шумом метро, можете закрыть одно ухо пальцем свободной руки. Когда вы занимаетесь в общественных местах, я рекомендую не привлекать внимание, не кайфовать, не пританцовывать, наоборот. Вот, опустите взгляд. Полезно положить перед собой, например, листочек с нотами, если вы сидите. И тихонечко играете. Я вас уверяю, никто не обратит на вас внимания. Кроме того, подобные занятия могут серьезно избавить вас от будущего страха сцены. Часто я слышу от своих учеников, ну вот, если бы я играл как сам Борис Плотников, то я бы, конечно, играл на улицах, а так я какую-то ерунду дую. Поверьте, никто не знает, как должна звучать губная гармоника. И никто не понимает, хорошо вы играете или плохо. Вы просто на ней играете. Да, возможно, на вас оглянется пара человек. Если вас кто-то попросит не мешать, просто остановитесь. Но чаще всего вам будут улыбаться и показывать большой палец. Как только у вас появятся какие-то хотя бы минимальные результаты, как только вы выучите хотя бы одну мелодию, я настоятельно рекомендую показать результаты окружающим. Это очень дисциплинирует, это фиксирует ваш прогресс. Через год вы посмотрите эту запись и обрадуетесь, что вы сейчас играете намного лучше, чем год назад. У вас появляется внятная цель. Используйте любую возможность, чтобы выступить. На корпоративе на работе, на юбилее тетушки, на смотре художественной самодеятельности, на открытых микрофонах. Поверьте, никто не знает, как губная гармоника должна звучать. И даже что-то очень простое и примитивное с точки зрения того, что вы слушали на записях, может очень быть тепло воспринято аудиторией. Ну что, начинаем? Поехали!